Сейчас мы находимся на улице Чубаевской. Горы мусора в частном секторе Киевского района. С этой проблемой местные жители живут уже не первый год. Дело в том, что, по словам чиновников, договор с мусоровывозящей компанией заключен только на вывоз твердых бытовых отходов. То есть старая мебель, диваны, кресла, ветки деревьев не попадают под это соглашение. Правда, в такой свалке сложно разобраться, где здесь что. Ужасный запах и неприглядный вид. Наиболее проблемными участками с нагромождением мусора вне контейнеров являются перекрестки Чубаевская неделина, Чубаевска, Авдеева, Черноморского и на улице Жаботинского. У нас в городе и так вывозятся, конечно, слава богу, дай бог. Но то, что люди ведут себя как свиньи, это однозначно. Часто в этой проблеме виноваты не только мусорщики, но и сами жители, которые выкидывают крупногабаритные отходы ночью, пока никто не видит. Кое-где даже установили камеры видеонаблюдения, но это не всегда помогает. Обязательно мере надо принимать, вплоть до каких-то хороших штрафов, потому что я лично, у меня тоже частный сектор, но я никогда не позволю ветку выкинуть. Я и порублю ее на мелкие кусочки, я спакую ее как положено. То есть это, я считаю, по-человечески. А так, когда, ну, не знаю, это не уважать ни себя, ни людей, ни эту страну. Чиновники говорят, что главные причины образования стихийных мусорных свалок – нехватка контейнеров. Вместо необходимых 467 их фактически в этом районе всего 387. Кроме того, не осуществляется заключение дополнительных договоров с частниками на вывоз крупногабаритного мусора и отсутствие в большей части современных обустроенных площадок для размещения контейнеров. Мы с вами на нескольких локациях сегодня видели, что существует проблема не только с самими контейнерами, а существует проблема и с жителями, которые выбрасывают крупногабаритные грузы, для которых необходима другая техника, другой транспорт. Именно поэтому и есть места скопления такого мусора. Разрешить его можно обоюдно с двух сторон. Как это сделать, я знаю, и мы сегодня этим занимаемся. Такая проблема с невывозом мусора компания «Союз» возникла в таких объемах в последний год. Причины здесь две. Первое – это, скажем, не совсем удовлетворительная работа «Союза». Я объясню, почему. Потому что эта компания обслуживает и высотные дома, но там нету таких проблем. А в частном секторе она есть. Проблема в том, что не всегда «Союз» выставляет необходимое количество контейнеров, и плюс летом, естественно, пляжный сезон – это Одесса, возле моря. Очень много людей. Нужно вывозить дважды за сутки, и тогда он не будет накопления. Также в прошлом году для улучшения качества обслуживания подняли тариф в частном секторе до 28 гривен с человека. Это почти на 10 гривен больше, чем раньше. Для примера, в секторе многоэтажной застройки тариф – 17 гривен. Правда, к чести нужно отметить, кое-где ситуацию уже удалось разрешить. Мы с вами видим, что на разных локациях по-разному обстоят дела. Там, где частная территория, где стоит отель и вокруг оборудованное место под вывоз мусора, там нет скопления крупногабаритного мусора, потому что за этим все время смотрят. А там, где отвечают за эту территорию «Соны», там, соответственно, и есть проблемы. Поэтому эту проблему возможно разрешить обоюдно. Как мусоровывозящая компания, так и «Соны». Я думаю, что мы в ближайшее время займемся и поможем им найти компромисс для того, чтобы не было скопления мусора в частном секторе. Мы продолжим следить за ситуацией с мусорным коллапсом в частном секторе. Дмитрий Богомолов, Деонита Марунченко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».